Аминь. Слава Тебе, Боже, Тебя. Продолжение следует... 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 Так он писал-то не детям, естественно, что это же послания для всего мира были. Апостол Павел говорит, дети мои, для которых я снова в муках рождения. Ни одна мать этого не может сказать. Если ребенок родился, теперь боли утихают, дело забывщето, а тело заплывщето, как Солженицын пишет. И постепенно утихаются, и снова жена ластится. А когда рожала, у меня жена когда рассказывала, прошла неделя, говорит, я все забыла. А в муках рождения Павел спустя, может быть, не один год, человек отступает. Отступила община галактийская, и он страдает снова в муках рождения. И доколе вас не изобразится Христос. Значит, в разряд детей относимся и мы все. Например, назначение детей какое? Вырасти правильно, чтобы правильное было образование, хорошее здоровье. Об этом заботятся родители. До определенного момента, пока дети еще не понимают, лезут, они тянутся к огню, к режущим предметам. Родители должны этого научить, что с высоты падать, ты можешь что-то поломать. А когда ты начинаешь понимать, теперь вкладывайте туда духовное. Вот был такой в бурятии миссионер Спиридон, и он о себе вспоминает. Да и другие люди, которые с разумом были. Я, говорит, был непослушный. У матери один, отца не было. Ну, непослушный в нашем понятии, это было бы самый послушный. Но тогда самое маленькое что-то родители замечали. Это другой уровень был. Я, говорит, забегаю с улицы попить воды. Лежу мамы на коленях перед иконами и плащу. Господи, я ничего не могу с ним сделать. Я ему сказала сейчас не бегать, вместе помолимся. А он то ли не слышал. И прошлый раз так же убежал играть с ребятишками. Помоги мне, Господи. Я, говорит, стою около матери и забыл, что надо пить. Стану рядом с ней и тоже слезами уливаюсь. Ведь ребенок, он требует, требует просто криком кричить, не забывай, я твой ребенок. И для ребенка определенное время надо выделять. А не так, ну, утром я встаю рано, пусть поспит пока. Ребенок проснулся, лезет за стол. Ну, ладно, иди в другую комнату, помолись. Ты куда его толкаешь-то? Ты же знаешь, что он не может высказать благодарность Богу. Он ложится спать. Ты подойди к нему. Вот я считал воспоминания многих таких. Обязательно подойдет мать или отец и скажет, ты днем не огорчила ангела? Ангел-восхранитель, защищал. А вы поступали так, как ангелу нравится? Нет, ангел будет давать отчет перед Богом. Написано, видел ангел восходящих и нисходящих по лестнице. Якоб это видел. Это действительно так. Не обидел ли ты кого? Давай вместе помолимся, вспомним это. Если кого обидел, то как выйти из этого положения? У меня на квартире, ну, как сказать, я его взял, как воспитываю, племянник. Он дошкольного возраста. Ну, я даже не знаю, кто тут дошкольного возраста ребятишек. Вот, как место может быть. Надежда Васильевна взяла и поехала на станцию Ребриха, а там Лапкин Василий живет, двоюродный мой брат. Ну, у него тоже ребятишки. И вот такие маленькие бывают зеленые, целлулодные солдатики, что-то, лошадки. И он их в карман и привез сюда лошадей-то этих. Ну, у меня таких игрушек не было. Я прихожу с работы, гляжу, игрушками играет. Надежда, а где вы взяли такие? Да я не знаю, не видел. То есть она невнимательная. Оказывается, где вы были, стал расследовать. Были в Ребрихе. Значит, игрушки, видимо, кони оттуда след проложили. Значит, ты их взял, тебе их дали? Он не может сказать. Нет, не дали. А ребятишки те сейчас и ищут их? Ищут. Что ж вы сделали? Коней увели, а я пришел вечером. Уже темно, а у меня через дорогу, и там только сара и далеко. Я сразу всех на молитву. Сейчас же берите этих лошадей и несите через дорогу в сарай. Иначе Господь будет поражать землю. У меня ворованная в доме. Мой дом погибнет. Ребенок это видит. Помолились. Его уже прохватывает страх. Что же я наделал-то? Отнесли туда. Теперь пришли, опять помолились. Теперь готовьтесь к отъезду. Завтра первая электричка на Ребриху. Вы едете, забираете этих лошадей и везете. И теперь, как нам задобрить этих людей? У нас какие игрушки есть? У тебя, что ты любишь? Какие игрушки? Подари им это. Еще что? Сколько лошади стоит? Столько-то. Договоримся. Платим в трехкратном размере. Деньги заплатишь за это. И утром они на поезде поехали туда. Когда приехали, для тех они не заметили продажи. Нас это не касается. Вырос парень, живет, больше воровцей ни разу не был замечен. Ни пирожки не воровал, уже больше ничего этого не было. Вот ребенка этот урок нашел на всю жизнь. Теперь живет самостоятельно, отстроил себе такой дом, он такой мастер. Ну, евроремонт везде по Новосибирску делают. Он не отличается никакими талантами, громотежка такая, но он нужный. Вот у нас ремонт храма по Терявке, все это он делал. Он настолько нужный, что с экономическим, историческим образованием даже сравнивать с ним не надо. Дети. Вы вырастите и очень быстро. Вы многое можете, ну что, не успели взять где-то, наверстать. Но время упущенное в детстве вам никогда не вернуть. Почему люди некоторые прилагают все усилия, чтобы дети получили музыкальное образование, что-то там другое знали, дополнительное, знание языков, такое-то с уклоном английского языка, там японского, и платят. Это платное все. Бывает надо в Беларуси. Есть которые, ну я уже лично знаю людей, которые проповедуют об этом, чтобы детей не отдавать в школу, школа разврата. И учат дома, нанимают учителей, также получают дипломы, только почти все с золотыми медалями. Но это надо иметь большие деньги. Оградить детей нужно от внешнего влияния, а это невозможно. А как бы быть, ну сегодня жалуются, началась перестройка, каждый год умирает на тысячу, миллион один человек, некоторые там суицид называют собой покончили, смысл безжизненный, такая стала, много абортов, за время 20 лет 120 миллионов абортов. Я говорю, а почему этот вопрос не стоит у верующих? Вот у меня перестройка была в этой же стране, я также жил, потеряю, заброшенные миллионы гектаров земли. Начинаю работать. Земля кормит человека, земля несет нравственное начало. Почему не хотите участок иметь? Я к каждому обращаюсь. Умирают, а работы нет, завода закрыли. Земли никто не закрыл, тем более налогов никаких не было. Наши приехали, да, действительно, трудновато было, но голодным никто ни разу не ложился. Детей приучите к земле. К земле. В доме сказки все надо истребить. Вы никогда не слушайте сказки. Не надо. У нас есть Святая Библия, которая все заменила собою. Чтобы дети не приучались к бранным словам. Это не должно быть. Вот у меня один есть, отрок сидит. Я ему отказал даже в лагерь приезжать. Матерится? Отец глухонемой ни одного слова не говорит. Откуда он набрался? Теперь только через ходатайство священника могу принять. Обычно два священника, но у нас двух нет, один только священник. Тогда он может быть в лагере. Конечно, если даст твердое обещание, что он не будет больше этого делать. Теперь. Старший обижает младших. Я это видел. Я рассказывал, как на моих глазах старший сбивает его с ног брата и пинает его ногами. Я пришел к Жене. Я говорю, я вчера видел ужасную картину у вас в дворе. Да вы не видели еще, как младший со старшим обращается. Это не ответ. Старший, Библия говорит, в почтении у младших должен быть. Установите авторитет старшего. У нее нет братьев, но она старшая. А кого нет? У нее никого нет. Приучитесь, чтобы дети своей рукой подавали милостыню. А где? Найдите. Вот у меня жил этот Рома. Ну, мы-то живем на Второй Строительной, безбожники. Мы нашли бабушек, которые никому не нужны. Они здесь живут. Надежда Васильевна что-то сготовит. Суп в баночку. И он уже знает, бежит как домой. А уж они там приласкают. Они любят бабушки. Тем более, ей внимания никакого нет. Чтобы он своей рукой упадал. Я не знаю. У нас отец с матерью класса на домнику. Полкласса не кончили. Но они это знали. Кому что отнести. Там бабушки жили. Ну, одни, беспризорные. Мама пищет там пироги, супу. И она посылала меня туда. И у меня была все время любовь к бабушкам. Я не знаю. Молодых как будто я не видел. И на это меня Бог уловил. Бабушка, несшая сумки. Я помочь. Спросил, где верующие. Попал в дом бомбтистов. Дальше к русским. И в этот же день я покаялся. Это может быть ключик, тропинка, через которую Господь найдет ваших детей. Поставьте себе задачу, чтобы каждую неделю хотя бы один раз они где-то поучаствовали с вами или вместе. Одни далеко не отпускать. Вы же не в деревне живете. Ну, я не знаю, как это сделать. Но ни с чем копеечку подавать. Это не милосердие, а пьяница. Найти истину нуждающегося. Вот, допустим, у нас стоит коробочка. Многодетным. Ребенку дайте, скажите, скажи в эту коробочку. Да проследи, чтобы он ее положил. Она. Ну, договорились, что не пропадут деньги зря. Что-то с домом там надо. Я уже не говорю о том, что в метод воспитания должна быть и розга. А в этом там в книге все написано. Сегодня вы постарайтесь быть здесь. У нас будет собрание сейчас. Я расскажу, как в государствах сегодня применяется порка. А в Новосибирске специально занимаются лечением людей, поркотерапия, розготерапия. Отовсюду люди едут. С 13 века в самых развитых странах это употребляется. И теперь которых порят, показывают как. И как они свидетельствуют. Обиды никакой нет. Как я в пести говорить. Я однажды наказал, и ребенка, ну там, за волосы или как-то ударил. Я подхожу вещам с сыном, как всегда помолиться, я вижу его настороженность, он смотрит на мою руку. Розга написана, не рукой. Я розгу оставил, а розга лежит, ребенок смотрит на розгу, а я стою. Он не может ассоциировать меня. Даже вот что в ребенке есть, это внимательно наблюдать. Никогда никаких шлепков, ткнуть его, нельзя этого делать. И ребенок должен знать. Прямо пояснить ему по-другому нельзя. Вот выступают сейчас священники, это как сейчас-то. Не счастье одного раза в год. Но наказание должно быть очень серьезное, за очень такие суровые проступки. Это не почтение к родителям, хамство где-то, воровство, табакокурение. Матерки его наказывать надо. Иначе вы будете по другую сторону. Видите, как Господь нам преподал богословение. Вот будете читать в этой книге, я уже не трогаюсь. Я отдельное место выписывал, выписывал, а потом убежу. Родители, не будьте слишком суровы с детьми. Не огорчайте их. Некоторые говорят, а вот у него, там, как-то. У меня определенная граница, за которую ребенок не выходит. И здесь я им отдаю полную свободу. Ну, не надо каждый раз какие-то поставить там шифонеры, не прикоснись. Ребенок только задел, его, кто же она ударила, он всю комнату кувыркается идет. И теперь что, нету ни шифонеров этих, и детей потеряли. Ты ему ограничь это место, скажи, здесь в футбол играть нельзя, все понятно. Он нарушает отнять футбол. На какой там, на день, на два, чтобы больше этого не было. Ну, то есть, как-то ограничь это, чтобы ребенок развивался в свободе. Он должен знать. Это приучит его к соблюдению Конституции, закона Божия, закона послушая граждане называется. Ему с детства это не вложили, и он на каждом шагу пытается нарушать. Прошу взрослый быть, сегодня я расскажу, где в интернете есть это. И смотрят, некоторые до конца не могут досмотреть, какая порка идет, как кровь течет, шкура слазит. Это все заснято. Заснято, и при том это от государства идет. И при том нарушение, это пьяных водителей порют. Самое низкое во всем мире. А у нас пьяные водители сколько задавили, конца края нет. Это в ребенка надо вложить. Бывают дети там насмотрятся, бывают бабушки, дедушки неверующие. Ну, давай щелкнемся. А ребенку, ну, он не пьет, ему там ворсу или там воды какой-то налить. Не позволяйте даже за стол садиться, чтобы они этого не видели. Проверьте у себя игры, есть или нет компьютерные игры. Если есть компьютерные игры, дети играли, немедленно на исповедь. Вы детей отдали сатане. Не просто игра, а сатане. У меня 40 лет старше с детьми. Нынче я ввожу правило, что дети, играющие в компьютерные игры, в лагере у меня не будут. Они неисправимые, они одержимые демонами. У меня нынче я такой был. Он не умеет ничего. Но научили хотя бы есть первое. И он звонит. Баба, я первое научился есть. 12 лет ребенку. У него весь мир ограничен рамкой вот этого монитора. Фросер ему отпускает, он стоит внизу, качели, которые качаются. Палка вот такая летит, бьет ее в лоб. Он не может, как она из монитора выглядела. Он весь мир заключил в эту рамку. Там стреляют, бьют, но все это мимо. Я столкнулся, я с ним разговаривал, он не слышит и не видит. Значит, об этом апостол Иоанн не знал. Павел не знал. Но он говорил, что в мире появилось много антихристов. Дети мои, будьте внимательны. Вы детям чаще наговариваете, рассказываете о будущем, когда придет Господь на облаках и будет суд Божий. И все мертвые встанут. И придется за все отвечать. Наша мать нам ничего не могла сказать, кроме того, что будет суд Божий. Этого делать нельзя. Вот она сказала, плясать нельзя. Я ни разу, нигде на танцплощадке, я ни разу нигде ни с кем не повернулся. Этого было мне достаточно. Поэтому я передаю не книжный опыт, а жизненный. У нас отец и мать очень разные были. Мать была кроткая. Ну, конечно, ей помогала в кротости еще и крутость моего отца. Представь, в семье 12 человек детей. А отец кончил пасти и, как в деревне, начинаются гулянки. А представь, у нас пчелы, там такая медовуха, к нам все стараются попасть. А отец выпил, он без руки навалит войны. Жарь, мать жарит. И жарила. Огромные сковороды. Ну, людей-то не два, не три. 15 ушло, опять 15 мужиков заходят, пьют и едят. Режь. Мать подошла отцу и говорит, что, ну, резать-то, мы же закололи барана, половину я уже и жарила. А тут откуда отца топор был? Он как топор запустил, да он на в косях поткнулся. Неудержимая ярость. Мать пошла, остатки тогда начала резать и все. Мать говорит, как хорошо, что отец не слышит, когда я, бывает, что-то где-то бурчу. Он не слышал. Благословен Господь, который дал нам вот таких родителей. Мы ни разу не слышали, когда отец вот вышел, мать что-то про него говорила. Или отец. Я с ним пасу, я ни разу ни одного слова не слышал, что Бог сказал нам, мать. Бывает так, что родители воюют между собой, и каждый старается найти себе сторонников. Ну, мать, как правило, в дочерях, а отец в сыновьях. Это в крейсер-рассанате, он об этом писал. И мы начали воевать детьми уже друг против друга. Ни слова. А наоборот сказать, мы вот дома находимся, а папе так, или тятя там, кто у вас. Так трудно ему. Заложите в детях почтение, страх перед родителями. Вот считаем мы притчу Соломона. И везде дети мои, слушайте заповеди, слушайте мои наказы. Владимир Мономах, все, которые умирали, умные люди, они давали наказ в первую очередь детям. Как себя вести? Худое сообщество разращает добрые нравы. С кем они играют? Ну, ребенок должен иметь общение? Должен, под присмотром. Иначе так вам и научат за один день. Так они верующие как учат? Да никак они не учат. Бывают же интеллигентные. Да, бывают. Я расскажу несколько случаев. Случай один, который лично меня коснулся. У нас лечащий врач. Приходим мы, бываем часто. Он сам коммунист, ну и она коммунистка. Растут две девочки. Мы говорим о Боге. Они слушают, говорят, мы не верующие, а зачем это нужно? Мы вот интеллигентная, наша семья. Вот у меня Георгиев, нормально живем, ну хорошо живем-то. Я говорю, это сегодня, завтра неизвестно что. Потом мы потеряли друг друга. Теперь мы встречаемся через 15 лет только у храма. Она стоит у храма, заходит в храм. Галина Георгиевна, а вы что здесь? Так я в храм хожу. А муж где? А так мы разошлись. Как? Так я узнал, все годы он мне изменял. Ну и как? Док он уехал на север и там погиб. А девочки как? Вот теперь весь вопрос с девочками. Как? Не заложили божественное. Она теперь идет в храм, детей хочет привезти, она их не может привезти. Родители оба учителя и деды такие же. И они ребенка готовят. Он пойдет в первый класс. Там ранец ему, пуговки надравили. Все как надо сделали. Долго его нет из школы. Приготовили цветы, розы тут, он первый класс. И вдруг дед распахивается, он влетает запыхавшийся, а тут пуговки отторваны у него, весь вырезди. Эх вы предки! Сидите здесь, вы даже не знаете как писька называется. Он валили где научился. Это пишет не кто-то, литературная газета на весь мир. Он узнал уже все. И у деда, бабу он уже слушать не будет с сегодняшнего дня. Все кончилось. Улица полностью проглотила его. У верующих этого не должно быть. Я скажу в данном примере хорошей семьи у баптистов, которые уучат детей и которые, как адвентисты седьмого дня, они там свидетельствуют другим о Христе. Нам многому можно научиться и у других. Вот между собой когда бываете, то о чем разговариваете? Я иду в Потеряевке, идут два отрока. Оси и Саша Шадрин. Поздоровались. Я говорю, ребята, а вы сейчас шли, о чем разговаривали? Навижу, что шли, шестикулировались, смеялись. Ничего божественного нету. Стоят голубые. Они еще не хамят. Ухмыляются где-то. Ну вы скажите, вы интересны сами по себе? Как думаете? Ну ты идешь снимать, видишь, вот береза растута. Скажи, на что годно это дерево? Оба встали в тупик. Береза, обыкновенность. Мы живем среди березовых колков. Не может ответить. Я его начал перечислять. Гляжу, они заинтересованы. Вот весной, когда, в старые времена, какую посуду делали из них. Какой йоготь. И как он нужен был. Обувь всю пропитывают, сбрую. Без йогут. Машет лошадей, чтобы пауты не кусали. Он лечебная там от псориоза. Они ничего не знают. Ну ты с девушкой встречался, пошел. Что ты ей будешь говорить? У тебя только одно плотское. Вы детей привычите так, даже в глазах, чтобы весь мир сделался для них тайной. Божественной премудрости. Во всем виден Бог. И ребенок, чтобы научился рассуждать. Вы вот идете, где видите солнышко. А почему оно такое? Вот если бы оно было дальше, земля бы застыла. Было бы ближе к земле солнце, земля сгорела бы. Кислороду ровно столько, чтобы дышать. Было бы больше, оно бы взорвалось от молнии. Было бы меньше, никакой жизни не было. Процентное отношение. Километраж. Все это вокруг Бог вымерил. Ребенок должен это знать. Введите детей своих в мир божественной премудрости. Их заинтересовать. И нас не водили родители. Мне было дано это исследовать сам. Я сам все время читал. И читал с обществом, не знался. И старался достать книги про птиц, про все. Хотя учился все в третьем классе. Уже купил самую большую книгу, страниц на 500, про птиц. Оргентология. Ну, не каждому это дано жить в деревне. Вы их заинтересуетесь своим садом, где они бывают, окружающим. И покажите. Вот человек пьяный-то валяется. Отойдем. Почему он так? Он Бога не знает Христа. Мы можем о нем помолиться. Не осуждать. А если бы ваш отец не верил, он точно так же мог бы быть здесь. Приходил домой, пропавший табаком, выпивший. Как рассказывает Елена Политыкина-то. Хватаю ребенка, бегу на остановки. Что он идет? Какой он, муж мой, идет? А уверовал мне, говорит, разве сейчас никакой нет? Я с Богом. Я молюсь. Я благодарю Бога. Вот в них заложить это сейчас. Ребенок должен многое-многое знать о Боге. Златоуз говорит, подними его среди ночи. Ему же надо сходить куда-то. И на молитву. Пусть одну-две молитвы выслушает. Ну, царю небесную, отче наш, прочитай. Но это всего займет одну минуту. Но чтобы он знал, есть встреча с Богом. Погладь его и положи снова в постель. Да благословит тебя Господь. Слово благословения родительское, чтобы постоянно звучало. И они искали. Благословите. К матери кому? Благословите. Просат ли это дети? Что толку знать все и не знать самого главного? Интересный случай показывает. Сегодня детей учат всему. Одна живет, девочка. Больше никого. Я у дедушки один, я у бабушки один. Она даже не понятия не имеет, откуда дети берутся. И я не знал. Мне показали, там в полу была дырка. Я туда мусор за... До того я не любил эту дырку. Вот только один ребенок подрастает, опять говорит, мне играть надо, мне надо водиться. Я эту щепками туда... Она опять эта дырка почему-то открывалась, и все, видишь, опять ребенка принесли. Я уже в школу ходил, я даже понятия никакого не имел. Сегодня родители пытаются объяснять. Не объясняйте. Ну что можно, скажите. Мама в больнице, она пошла за маленьким ребенком. А бывает, ну иной ребенок, чужой, подошел. Тетенька, а у вас почему такой живот большой? Она говорит, у меня здесь ребеночек. А вы его любите? Конечно, я люблю. А почему его съели? Она понимает, что в животе только то, что съедается. Но теперь из этой ситуации вы выберись. Ты первого вопроса не знала, как отлить, а теперь тебе еще труднее. Она знает, что человек едет много, и живот большой. Теперь она знает, что в животе. У нее совершенно логичное мышление, это у ребенка. Поэтому вы сами каждый день открывайте Святую Библию. Мне рассказывают, здесь два у баптистов были коллеги. Мать больная, а ребенок тоже с каким-то физическим недостатком. Ну бегает во дворе, побегает, и домой прибежит. Мама, давай споем. И дальше ей говорит, синее небо меня так манит, знаешь, что там мой Спаситель Христос. Она сама рассказывает. Опять поиграл маленький прижит, давай Библию почитаем. А я говорю, а сколько ребенку? Шесть лет. Внезапно заболевает. Она умерла и ребенок. Где они будут? Не нам решать. Вне церкви нет спасения. Это точно. Но в молитву они сразу вошли. Господи, они не слышали, они не знали. Они столько здесь претерпели. Вот ребенок, уже теперь не ребенок, а взрослый. Я говорю, я помню, когда сбросили на Хиросиму, на Гасаки бомбу, учительница пришла и сказала. В Америке. В Америку сбросила-то. Ей нельзя выйти против правительства, ни одного слова не сказать. Она, дети. В Японии большая беда. На них упала кара Божья. И погибла сразу 250 тысяч. И заплакала. И мы не знали, что это атомная бомба Хиросима. И мы все встали на молитву. Потом я, говорит, дошел до этого. И вот это сожаление погибших язычек, не знавших истинного Христа, осталось там мне во всю жизнь. И он делается миссионером, потом едет в те страны. Вот знать вовремя, сказать, что вокруг тебя дети. Люди бывают взрослые, они как дети. И к ним нужно относиться вот именно с таким напряженным вниманием. Я вижу, уже вам затянуло здесь. Вот так. Это больше к родителям относится. Но они-то все равно здесь сидят слушают. Чтобы отдельно с детьми вот так заниматься, я на месте не занимаюсь. Я обязательно иду дорогой, показываю деревья, рассказываю травы, величие Божие. Здесь я не могу ничего на это показать. Я говорю, чтобы они через литературу многое познавали. Главное через Библию. Все. Храни вас Господь. Пойдете домой, заснеете. Иоги. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон.